Привет, друзья! Лето, солнце, плюс 35. Это видео-актуалочка в ответ на аномальную жару, которая воцарилась в Москве. В такую знойную погоду тает не только мороженое в руках, но истекает весь макияж вместе с репутацией визажиста, который этот макияж делал. Сегодня поговорим, есть ли способы, как продлить стойкость макияжа и как законсервировать его на вашем лице и сохранить на подольше. Давайте сразу договоримся. Магии не существует, как и Деда Мороза. Хотя я до сих пор делаю вид, что Дед Мороз существует, заказывая мужу подарки на Новый год. Но сейчас не об этом. Нет таких средств, которые забетонируют макияж на вашем лице. Но есть некоторые советы, руководствуясь которыми вы можете продлить его стойкость. Давайте по порядку. Специально для вас я сделала готовую шпаргалку продуктов, с которой вы можете потом спокойно идти в магазин и сразу покупать. Прежде чем переходить к декоративной косметике, удостоверитесь, что ваша кожа хорошо очищена и увлажнена. Совет номер один. Используйте кислотные тоники или пилинг-пады. Они не только уберут ороговевшие частички с поверхности вашей кожи и сделают ее более свежей, сияющей, отдохнувшей, но оказывают, что важна пора, суживающее действие и себорегулирующее. То, что нам и нужно. Совет номер два. Напитайте кожу увлажняющими сыворотками перед использованием крема. Они глубоко проникают в текстуру кожи, не оставляют никакой пленочки или жирного блеска на лице и напитывают кожу изнутри живительной влагой и энергией. Совет номер три. Не перегружайте кожу слишком жирными питательными кремами, оставьте их уже до более холодного осеннего периода. Выбирайте легкие увлажняющие текстуры, которые будут впитываться, не оставлять жирного блеска или какой-то жирной пленочки. Четвертое. Это базы под макияж. Вы можете их наносить на все лицо или только на зоны негативного блеска. Наносите обязательно тонким слоем, потому что именно база улучшает сцепку кожи и тонального средства. По сути, база под макияж это такой коржик для вашего тортика, который будете потом делать. И важно, чтобы коржик был хорошо пропечен и подготовлен. Я очень люблю базу от Smashbox Oil & Shine Control, но я не наношу ее под тон. Я люблю уже, когда лицо готово, когда сделан макияж, взять буквально горошеньку этого праймера и аккуратно, при тапливающими движениями нанести поверх макияжа. Очень круто продлевает стойкость. Пятое. Выбирайте устойчивые тональные средства. Обычно они идут с приставкой Waterproof, Water Resistant, Long Lasting и такой пометочкой 12, 18, 24 часа стойкости. Своими фаворитами устойчивых тональных средств я уже определилась в предыдущем видео, так что переходите и смотрите подробный обзор. Наносите тональное средство тонкими слоями, потому что плотность в данном случае может сыграть с вами злую шутку. Кожа будет отторгать этот тон и пытаться избавиться от лишнего. И, скорее всего, стечет он с вашего лица намного быстрее. Шестое. При выборе скульптора, бронзера или румян отдавайте предпочтение либо с сухим текстурам, либо работайте по методу двойного нанесения. Сначала наносим кремовый продукт, а потом фиксируем его с сухим. Оставьте кремовые продукты для холодного периода. Почему? Потому что в такую жару все эти кремовые, незафиксированные текстуры будут отпечатываться не только на экране вашего смартфона, но и на лице вашего парня. Седьмое. Пудра. Это твой друг. Можно носить на все лицо, можно только локально, на центральной части лица. Можно брать прозрачный, можно брать компактный с цветом. Это уже вы решаете сами. Но фиксация макияжа обязательно. Тут есть момент. Фиксируем макияж только один раз, когда его сделали. А далее мы берем с вами матирующие салфетки и аккуратно промакиваем ими лишний себу. Матирующие салфетки отлично абсорбируют, убирают кожный жир и, что важно, они не портят макияж. А если вы будете постоянно пудрочкой припудриваться, 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 то, скорее всего, первые делайте очень много слоев, а потом вы начнете как пятнистый леопард покрываться пятнами, потому что тут пудрочки побольше, тут поменьше. И вот как нанесли пудрочку, так она потом у вас на личке окислилась. Совет номер восемь – это база по тени. Да, не открою я вам никакой новой вселенной, но ее и не существует. И если вы хотите продлить стойкость вашего макияжа глаз, то советую вам сначала нанесли праймер на веко, потом кремовые тени, а только потом сухие. Потому что кремовые тени в самостоятельное нанесение растают моментально в такую жару. Сухие тоже скатаются, и даже кремовые на сухие, ну не факт, что продержатся до конца вечера. Если хотите прямо железобетонный макияж – метод тройного нанесения. Девятое место нашего стойкого хит-парада – это влагостойкая тушь. Не путать с водостойкой. Влагостойкая тушь, она смывается теплой водой, поэтому идеальна для такого летнего сезона. Она не отпечатывается на жирных веках, она не крошится, она прекрасно смывается, не оставляйте жуткий панда-айс. Потому что я, честно говоря, не люблю водостойкие туши. Ты ее накрасишь, а потом ты с ней два дня ходишь, пытаясь эти остатки из ресниц вынуть. Влагостойкая, намного более щадящая и дает потрясающий стойкий результат. Даже в бассейн с ней хожу и ничего не смывается. Ну и десятый совет завершающий. Заключительный. Заключительный. Заключительный совет. Это фиксатор для макияжа. Фиксаторы для макияжа бывают разные. Я вам показываю свои проверенные любимчики, которые действительно стойкость макияжа продлевают. Наносим уже в конце макияжа и даем ему зафиксироваться. Также я очень люблю использовать MAC Fix Plus. Это не совсем фиксатор для макияжа. Это такая, знаете, увлажняющая мист-водичка. Но ей круто работать в процессе макияжа. Нанесли увлажнение, пропшикали мистом. Нанесли тон, пропшикали мистом. Нанесли пузырочку, пропшикали мистом. И вот это вот мист, все слои вашего пирожка соединяют и все это лучше держится. Ну и плюс это классный способ, как освежить, обновить ваш макияж в течение дня. А еще я заметила бы, пока мы снимаем это видео, что все время, когда я пытаюсь вам что-то донести, я отклоняюсь вперед. И в конце ролика я просто подъезжаю камерой, чтобы донести вам все знания, которые есть у меня. На этом мы с вами заканчиваем наш хит-парад. Делитесь своими советами, как продлить стойкость макияжа. Лак для волос в лицо не предлагать. Остальные советы можете писать под видео. Не забывайте лайк, подписываться на канал, потому что в этом видео вас опять ждет конкурс. И возможности выиграть сертификат золотой яблока на сумму 1000 рублей. И потратить его с пользой дела. Условия простые и они будут прописаны в комментариях под этим видео. Будьте красивыми, будьте сногсшибательными и проводите это лето кайфово, не переживая о стойкости вашего макияжа. По моим советам.